кстати это моя каюза в бордель сбегать там не знаю в барчик зайти пару пива пропустить как я его убью как я выкину за борт с 20 лет мне приходилось руководить 50-летний морскими волками сейчас возьму нож и тебя за привет господа и что вот оно собственно говоря море кто-то я знаю ждет это видео часто спрашивают андрей откуда у тебя деньги откуда у тебя деньги на путешествие почему ты так часто бываешь в разных странах там почему тебя отпуска такие длинные кто-то уже в принципе знает что я моряк второй помощник капитана или штурман кому как нравится так и называете работаю на бельгийцев потому что честно говоря вот во всяком случае в наши дни работать на русских за редким исключением это вот просто себя не уважать совсем уж все на судне показать вам не смогу к сожалению но просто не одобрит капитана такое творчество да и в принципе честно я не очень хочу светить тот факт что я занимаюсь блогингом но кое-что все-таки смогу судно у нас размером примерно с пятиэтажную хрущевку даже наверно побольше немножко перевозим основном машины часто бываем в англии бельгии ирландии дании иногда швецию заходим если честно работа пипец тяжелая особенно если еще попадаются мудаки коллеги особенно если мудаки капитаны это вообще просто пипец просто фиаско короче очень много чего надо знать если например участие в отпуске подрабатывал курьером да надо чтобы курьером будет просто знать откуда ехать куда ехать что вести не знаю там во сколько приехать и все ну там приложениями еще уметь пользоваться то здесь но не знаю наверно вот если в сто раз умножить то будет примерно тот объем причем это без преувеличения действительно так и есть при этом все на английском языке то есть но сейчас экипаж не русский мы общаемся на русском языке внутри но понятно что вся документация на английском языке все общение с береговыми службами с береговыми людьми на английском языке куча дорогущих навигационных приборов и вообще в принципе все что на судне установлен это как правило очень дорого там электронные карты радары всякие джипески спасательные шлюпки в общем это все действительно стоит больших денег и за это надо следить обслуживать и не дай бог что нибудь пойдет не так что нибудь там сломается ли ты сломаешь я очень не хочу грузить но реально поверьте на слово не преувеличивает действительно сложная работа много помимо этого естественно еще нет выходных то есть нет такого что в этом субботу можешь подпить пивка там или вечером после работы перешел такого нет здесь работа круглые сутки идет по вахтам все мне неделю 24 часа то есть как бы такая такие условия но зато вот два месяца я работаю потом два месяца отдыхаю мне лично такой график больше нравится чем не знаю там неделю два дня отдыхать зато никуда не поехать и отпуск раз в году на месяц то есть здесь я хотя бы могу приехать и реально любую точку мира свалить на два месяца и абсолютно собой наверняка у вас будет вопрос про зарплату я обычно своей зарплате не говорю даже родным но просто такое правило меня но могу сказать что в иностранных компаниях платят хорошо то есть моряки зарабатывать хорошо но конечно не в русских компаниях однозначно ну для примера могу сказать что капитан на большом контейнером контейнеровозе судно которым перевозят контейнера получают 12 15 тысяч долларов может даже евро то есть вот так неплохо да но это мы приходим главному минусу задумайтесь моряки проводят пол жизни в море пол жизни на железной посудине где нет ваших друзей и нет тяночи которых можно там подъезде позажимать и нет любимых магазинов любимых баров только море и 20 человек с которыми вы собственно говоря работаете а жизнь-то одна и она на самом деле море пролетает настолько быстро что просто как мразь просто вот летит я не еще недавно было восемнадцать лет час двадцать пять я это времени не заметил вот именно поэтому критерию да я и хочу уйти там как я люблю выражаться через пять лет на пенсию то есть заработать небольшой капитал и забросить море то и забыть в нем никак не как страшный сон но просто уйти в другую отрасль или просто вообще не работать я понял не было 18 лет я попал первый раз на короче серьезную компанию греческую и работал там буфетчиком просто тарелки мыл короче ну такая не очень серьезная работа но платили общем-то неплохо тоже она была как практика и соответственно после этой практики я уже как бы стал самостоятельным родители уже денег вообще в принципе не брал ну вот я помню прошло три месяца мне мой контракт 7 месяцев а прошло только три месяца я сидел значит в масс-руме это место где она приходит люди отдыхать и зачеркал на календарике деньги сколько мне осталось вот было ровно три с половиной месяца я настолько охерел тогда мне казалось что я уже просто целую вечность на этом пароходе сижу а мне нужно еще целую вечность посидеть в этом же контракте вот хотите верьте ходите нет я реально на полном серьезе размышлял об убийстве одного человека ну короче мы попали с моим одногруппником на один пароход и у нас и не сложилось общение реально планировал как и убью как и выкинуть за борт можете себе представить что турица человека когда он таком состоянии находится кстати это моя каюта ну ничего необычного как бы метров на 17 18 санузел есть то есть все все как надо таким вот я и занимаюсь кстати по поводу путешествий кто там спрашивал да как ты путешествуешь это на самом деле вообще никак не связано с моей профессия конечно был на ямайке в колумбии там бразилии нигерии сша даже были но я не считаю за путешествием это просто там не знаю в борделе сбегать там не знаю барчик зайти пару пива пропустить то есть это не путешествие путешествуем и автостопом иногда один иногда с товарищами в принципе есть коллеги с которыми он постоянно в каких-то разъездах недавно себе поставил цель побывать у всех странах мира ну чё вам еще раз сказать советую ли я идти в море или там идти учиться на моряка вам решать если голова на плечах есть то в принципе наверно можно но если у вас нет связи там если вы не можете устроиться куда-то по влату потому что россии все очень много по влату много чего влату делается если как бы с головой так себе тнера не стоит потому что сможете вы работать только на русских на русских я уже сказал это себя не уважать там зарплаты как не знаю ну чуть больше пятерочки я не знаю я вот истории работы на русском флоте ну в принципе начинала русском флоте потому что опять же связи нет для того что как-то опыта набраться надо куда-то идти вот я пошел работать на русских и на первом же контракте я помню я не мог разбудить старпома который должен меня менять на вахте потому что он нажрался просто в хлам абсолютный и не мог даже встать то есть я за него отстоял вахту и так было каждый раз пока мы уже не научились его там пинать за полчаса до собственно окончание моей вахты и он так кое-как приползал на мосте были там истории еще такие что я чуть не подрался вторым механиком как подрался думаю что это все закончилось опять же кровопролитием каким-нибудь то есть русский флот это реально не для слабонервных правда про себя могу сказать что эта профессия мне закалила характер я помню раньше там ну во-первых социофобия не секрет во вторых раньше я помню есть тут мне что-нибудь такое сказал неприятное да может быть даже не желая там как-то зла я мог реально целый день об этом раздумывать там думать а зачем мне таскали а что он имел ввиду но спустя столько лет зад реально закален как сталь просто потому что ну представьте себе я 16 лет на флоте 20 лет не приходилось руководить 50-летний морскими волками просто можете себе представить какая там была реакция раз такое было что чуть не подрались чуть другое не упал поубивали там я прям помню один раз я вот нынешнего босса он сказал сейчас возьму нож у тебя зарежу после этого так он стал воспринимать мне серьёзно и соответственно сейчас уже работаем мире или в митрах сказать я в принципе стараюсь по человечески с людьми разговаривать и принципе относиться как-то гуманно если конечно люди понимают нормальная человеческое отношение если люди не понимают начинают садится на шеях то я могу быть politique жёстким как говорится могу разъебать но в принципе вот стараюсь придерживаться такой человеческая позиция, но далеко не все это понимают на самом деле. Ну, как-то так вот такое видео небольшое. Просто, чтобы узнали, чем я занимаюсь, вы часто спрашивали. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, постараюсь ответить. В принципе, если вам море интересно, там какие-то, возможно, особенности, какие-то там, не знаю, моменты, напишите, может быть, еще что-нибудь еще подобное сниму. А, да, еще один минус. Понятно, на судне нет парикмахерской, парикмахеров здесь тоже нет, поэтому скоро я буду выглядеть либо как одуванчик, либо как лысая коленка. Так что особо не судите строго. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было вам интересным. И до новых встреч. Пришли в город, в Индию. Честно говоря, так захотелось погулять, сходить в город, но нельзя из-за коронавируса. И вообще, в принципе, работы много. Не знаю, приносил бы мне блок хотя бы тысяч двадцать, я бы, наверное, отказался от работы в море. Я вообще от всякой работы просто путешествовал, катался бы. Такая красота. Еще, вроде бы, нереального нет, но чувствуется прям вот ирландская атмосфера. Я не знаю, сложно ее передать. Кто был в Ирландии, наверное, меня понимает. А кто не был, рекомендую съездить. Эхолод не работает просто. Реб-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за к PPT-PT. Субтитры сделал DimaTorzok